Девушки отдыхают Как советовать, так все чатлане, как работают Всем привет, подписчиков моего канала Перепел48 Как и обещал, будем ставить аккумуляторы Модернизировать вот такой бесперебойник Источник бесперебойного питания IPC Smart UPS 1000 ВА на 800 Ватт Собрал я сегодня второй аккумулятор Видео не стал снимать Все отлично У меня также 12,3 Вольта Напоминаю, емкость получается 22 АЧ У каждого аккумулятора получается Все, сейчас будем открывать и менять Посмотрим, какие там есть аккумуляторы И будем, собственно говоря, ставить Разбирать не надо Здесь вот лапешка поддевается Вот эта передняя панель снимается И там доступ к аккумулятору есть Люденька, отстань, пожалуйста Соскучилась Я понимаю, не ты мешаешь Я тебе дал сосиску уже Вимша ищет Так, все, отгрыжаем Смотрим, есть там аккумуляторы вообще Потому что я уже его переделал Смотрите, я под автомобильный сделал Видите, два разъема сварочных Сюда можно два аккумулятора автомобильных Подсоединять последовательно Соединенных, 12-ти вольтовых Так, все, открываем Так, передняя просто Видите, здесь отвертка поддевается Слева, справа и вниз Она так откидывается А дальше здесь надо отверткой Открутить два вот этих Аньта Что мы сейчас и сделаем Так, в этом И БП оказалось У меня нет уже аккумуляторов Красный плюс Черный Минус В принципе, сейчас можно И вот эта вот перемочка Для последовательности соединения Это Б Здесь предохранитель Я не помню, там 100 амперник Или 80 ампер стоит Так, все, сейчас ставим аккумуляторы Сюда и подсоединяем Сюда и подсоединяем Так, аккумулятор установлены Ну что, пробуем запустить У нас УПСник Делаем тест Нажимаем Удерживаем Опа Идет запуск Проверяет батарею Батарея почти заряжена Показывает Вот раз, два, три, четыре Деление из пяти Так, ну что Теперь можно Подсоединить В режим его заряда Попробуем Подсоединяем Показывает, что у нас энергия Сигнализирует точно Что нет энергии Без щит Сейчас не подадим энергии Так Подсоединяем Питающий провод Подача энергии Осуществилась Видите, уже зеленым горит А не желтым То есть нет батареи питается Так, сейчас будем тестировать Чуть он зарядится Тогда протестируем На нагрузку Так, включил через ватт-метр Проверяем Сколько в режиме заряда потребляет Видите, 151 ватт В режиме заряда Напряжение питающее У нас 216 вольт 220 50 герц Ток 0,7 ампер Так, ну видно, что элементы Дозаряжаются сейчас Потому что, видите, последний индикатор Не горит Пятый В зарядке аккумуляторов Оставим так Посмотрим, как у нас упадет Потребляемая мощность Как только она упадет Значит, зарядка прекратилась И дальше уже будем тестировать На разряд Традиционно Вот паяльнички я взял Замерим напряжение на выходе И нагрузим паяльчик Паяльником 100 ватт Ну, как-то так Смотрите, далее продолжение Итак, через некоторое время Зарядка прекратилась Смотрите Потребление Упало до 16,9 вольт Скорее всего Потребление Самого бесперебойника И выдал он ошибку Аккумулятору им не нравится То есть, как бы он считает Что Литий И он ему не подходит Не дает ошибку Ну, я думаю Он прекратил заряд Так, выключим Попробуем запуск еще При выключенном состоянии Такое же потребление 15,6 вольт Сохраняется Удерживаем Бесполезно Так Пробуем включить Так, потребление 17 ватт Пока батарею не питает Точнее проверяет сеть И опять не нравится ему Аккумулятор Так Сейчас посмотрим Что это значит Мигание Аккумулятора красный Так А будет Переходить На батарею Это нет Сейчас допустим Пропадает питание А, на батарею Переходит Зарядить Как бы он Не может Нормально Да А работать Он от не может Дальше Ага Опять пошла зарядка 150 ватт потребления 149 Вполне возможно Какую-то настройку Можно произвести И тогда Этот индикатор У нас перестанет Мигать В любом случае Надо посмотреть Он наверное Не дозаряжает БМС отрубает Зарядку Чтоб не перезарядить Аккумуляторы Все-таки Тут кислотные Они должны Заряжены Были до 13 С чем-то вольт А здесь максимум 12,6 Получается БМС Заряжает Ну как-то вот так Скорее всего В этом причина Так То есть А вот сейчас Смотрите Упал Потребление До 17 ватт И сейчас Он выдаст Что зарядка Не идет Аккумулятор Потому что До нужного напряжения Не завиделись Ага Все БМС отрубил Заряд То есть Как бы он считает Что не дозаряд Поэтому Плохой аккумулятор В этом причина Посмотреть На настройки Если настройки Есть Регулировка Какая Можно Убрать И сделать Заряд Получается Сколько 24 24 И 6 Вольт Это будет Считаться Нормальным зарядом Смотрите Далее Продолжение А да Нашел Крест Реплей С батареей Батарея Нуждается В замене Вот Что он Показывает Он считает Все-таки Эти батареи Недостаточно Заряженными Плохой считает Потому что Напряжение Зарядка Прекратилась Зарядка Прекратилась И набрала До 13 Вольт Как он Обычно Делает На кислотниках Как и так То есть Настраивает Эту Штуку Либо Игнорировать Показания Этого Как-то Вот так Смотрите Далее Так Ладно Пока С этой Индикацией Мы сейчас Проведем Все-таки Тестирование На разряд При Отключении Энергии Так Переход На Батареи Сюда Подсоединим Затмет Так Время было И нагружаем Паяльничком Вот видите Вилкой Отбросим Посмотрим Сколько Протянет На паяль Прежде чем Выключится 100 ватт Ровно Потребление Смотрите По прибору 99,8 Так Посмотрим Какое Напряжение На выходе 229 230 вольт На выходе Чистый Синус 50 Гц Показывает Было 60 Сейчас 50 Показывает Что-то Плавает Частота 50 Бывает Покажет Бывает И 60 И Соответственно Биппер Работает Что Идет Питание От От Батарей Итак По емкости Сколько Там У нас Было 500 С лишним По моему Ватт Часов Да Это 100 ватт Паяльник Будет Разряжать Около Пяти Часов Получается Ну Посмотрим Все Оставляю Я засекаю Время И Посмотрим Сколько Он Хотят Чтобы Одно Деление Хотя Пропало Разрядилось Хотя Одно Деление Все Чекундомер Запускаю Так Ребята Прошло Где-то 28 Минут Как я Паяльник Забитал И Индикация Уже Показывает Одно Деление Всего Лишь Понятно Что До Какого То Он Разрядится До Аккумулятора В смысле Ну Отключит Вообще Генерацию Энергии 220 Вольт Посмотрим Какое Время Это Произойдет Мы Реально Так Узнаем Сколько Бесперебойник Тянет На таких Батареях По времени Смотрите Смотрите Далее Так Ребят Прошло 40 Минут Смотрите Два Деления Показывает То Есть Он Как-то Откалибровался Понял Что Заряда Больше Аккумулятора Как-то Вот Так Ну Ладно Ждем Через Час Что Покажет Паяльник Нагружен Да Так Жел Употребляет 99 7 Ват Потребление Горячий Продолжаем Тест Так Ребят Спустя Час 45 Минут Прошло У нас Критически Низкое Напряжение Видите Последний Светодиод И он Мигает И Биппер Работает Постоянно Бип Пип 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 Все Говорит О том Что Напряжение Уже Минимальное На Аккумуляторах Я не знаю Сколько Он Проработает На Таком Напряжении Еще Но Я пока Выключать Не буду Неприятный Звук Конечно Я его Только через Компьютер Могу Выключить Но Протестировать Надо Все Так Час 45 Паяльник 100 Ват Питается Я уже Все Мог Перепаять Наверное Этим Паяльником Ну Как то Так Ждем Результат Все Так Окончательный Когда он Вырубится Так Уже 20 минут Вот в таком Режиме Даже больше 21 минута Там Полчаса Он уже В таком Режиме Критический Загразряд Батареи Полчаса И пищит Уже Но Я все Режиме Терплю Посмотрю Когда Все Так Он Выключится Короче Сейчас Проверил На кислотниках Зарядил Их Полностью Автомобильные Кислотники 13.6 Максимальное Напряжение 13.5 Вольт На них Максимал То есть Если в параллель Все таки Поставить Кислотники Дополнительно Вот эти То Я думаю Он не будет Выдавать Ошибку Аккумулятору И все Будет Нормально То есть Он Кислотники Защитит Наши Элементы 18650 В сборке Ну Как то Вот так Все Ждем Все таки Окончание Этого теста И потом Я уже Буду Тестировать На заряд Заряд С помощью Зарядного Устройства Этого IPC Который Внутренний Как он Будет Заряжать И зарядить Вообще Как то Так Смотрите Продолжение Так Наконец ИБП Отключился Спустя 2 часа 40 минут Где то Видите Никакого Напряжения На выход Не подает Индикатор Аккумулятор Изменяет И Випер Выключен Ну что Прошло Время Заряжать Неплохой Результат Получается Так 2 часа 40 минут О Совсем Включился 2 часа 40 минут За 2 часа 40 минут Он отдал Отдавал 100 ватт Получается 240 ватт Час Примерно Емкость Этой батареи Получилась С учетом работы В данном ИБП Все Ставим на зарядку Сейчас проверяем Как Будет Держаться Водом Напряжение По Ватт Метру Где-то 178 179 Ватт Он показывает Утребление Ну и Вроде бы Как бы Начался Процесс Заряда Посмотрим Теперь Засекаем За сколько Он зарядит Батарею Прежде чем Покажет Что Неисправный Аккумулятор В общем Если в парике С кислотниками С автомобильными Поставить То будет Все отлично По индикации По крайней мере А так Надо посмотреть Если какие Регулировки Может быть Понизить Максимальное Напряжение На аккумуляторах Получается 27 вольт Максималка Он считает Ну 13,5 То есть 13,5 Два В последователь Да Получается 27 вольт А здесь Всего лишь Получается 24,6 По моему Да Не дотягивает До максималки Два вольта Не хватает По любому Поэтому Пока Протестируем На заряд Сколько времени Потребуется Зарядить Так Время Отсчет У нас пошел Одна минута Ну Посмотрим Смотрим Далее Так Ребят Зарядка ЭКБ Закончена Видите Выдают Ошибку Значит ЭКБ Зарядились До 12,6 Сумной Последователь Там Получается 24 Ну И 26 Вольт Как-то Так Все Потребление 15,8 Ватт Как Проверим Сейчас Выключу Питание Все А нет Три Деления Показывает Уже Не 4 Как-то Вот так До этого Было Четыре Деления То есть Он не Зарядил До Четырех Делений Надо Проверять Сколько Он Зарядил Можно АКБ Так Подол Питание И Пошла Зарядка Скорее Сего Может Либо Есть Ошибки В сборке Может Что-то Пошло Отпаялось Либо Все Таки Плохие АКБ Либо Схемотехника IPC Нерассчитанно И не Произработает Попите Зарядка Пошла Ладно Все Ставьте Лайки Дислайки Дальше Будет Исследование Я Померяю Напряжение На них Ток Заряда И все Прочее Разберу В чем Проблема Собственно Говори Всем Пока